Я остался совсем один посреди открытого океана, среди обломков кораблей и моей Феррари. Я прошёл через Саванну, реки, горы и всё это для того, чтобы приручить миленьких панд. Неужели я этого не заслужил? Проклятые джунгли. Вот что мне нужно. Но их, мать твою, всё, нет и нет. Я прошёл тысячи блоков в этом проклятом Майнкрафте и не нашёл ни одни джунгли. Как вообще этот мир зареспавнился? Какого чёрта? Окей, Гугл, как найти проклятые джунгли в проклятом Майнкрафте? Никак. Блошара Азазазаза. Я чё-то не понял, ты чё, охренела, что ли? Чтобы найти джунгли, ты должен посетить этот сайт и посмотреть карту мира по своему Сиду. Я зашёл на этот сайт, вписал Сид своего проклятого мира и, о боги! Эти сраные джунгли находились прямо возле моего дома, но я пошёл в чисто противоположную сторону и забрёл вообще хрен знает куда. Даже мой пук меня не спасает. Ну что же, самое время отправиться в путешествие. Эх, дом. Милый дом. Здорово, додики, бобики, толики! Хозяин вернулся, папочка снова здесь! Здорово, пацаны! Чё, как у вас тут туса, ё-моё? А как же рыгнуть, я не понял. Я вообще-то пришёл. Во! Совсем другое дело, пацаны. Я смотрю, вы тут развлекаетесь, да? И рыгаете чисто, у вас говно тут в доме. Ну я пошёл это, давайте, удачи, хорошего настроения вам. Друзья, ну а вы попали в новую серию... Я провалился в воду. В новую серию проклятого Майнкрафта. В прошлой серии нам удалось приручить бродячего котёнка, но мы так и не нашли джунгли, в которых находятся панды, которых я тоже хочу приручить, которых я хочу накормить бамбуком, и вообще панды милые существа. Судя по этой карте, джунгли должны находиться где-то прямо-таки в той стороне. Я уже поставил Феррари, а это значит, что мы можем отправляться в путь. Ну а пока мы плывём к джунглям, ребята, не забывайте ставить лайки, ведь только благодаря вам выходит новая серия проклятого Майнкрафта. Вы понимаете, даже моя Феррари перестанет заводиться, если вы не поставите лайк. Не едет, смотрите! Кажется, вы реально не поставили лайк, и Феррари обиделась и не хочет заводиться. Ребята, прямо сейчас поставьте лайк, а не то моя Феррари не заведётся, я вам честное слово говорю. У вас очень мало времени, моя Феррари может обидеться, быстрее, ставьте лайк прямо сейчас! Поставил? Я надеюсь, что лайк вы уже поставили, а мы сейчас это проверим. О, нифига себе, смотрите, завелась, ну реально, если бы лайк не поставили, Феррари бы не завелась, честное слово. Да я не езно, а ты не верил? Я дошёл до какого-то очень странного биома, которого я даже в принципе ни разу не видел в Майнкрафте. Да, вы реально можете мне не поверить, но я ни разу за время выживания в Майнкрафте не видел такого биома. Вы просто посмотрите, что находится впереди. Господи, это же джунгли! Ну что же, самое время надеть мои, ну, крылья самолёта и полететь прямо-таки к джунглям! Наконец-то, спустя две серии, я всё-таки нашёл джунгли в Майнкрафте, в проклятом Майнкрафте. Я не понимаю, почему я так повезло и почему они такие редкие оказались, и почему на всей карте есть всего лишь одни джунгли. Нет, серьёзно! Нет, реально очень странно, потому что джунгли, это раньше был очень распространённый биом, и в принципе сейчас я думаю, что он тоже распространённый. Погодите-ка, а это что такое впереди? А-а-а! М-м-м, это типа бамбук, да! У меня, конечно, в Сибири бамбук не растёт, но почему-то я думал, что бамбук должен выглядеть как-то по-другому. Ну хотя, подождите, бамбук же курят, правильно? Вот поэтому у меня и сигарета в руке. Всё логично. Кстати говоря, в прошлой серии мы с вами ещё нашли загадочное рагу, и многие мои подписчики в комментариях писали и просили, чтобы я это загадочное рагу съел. Но почему-то мне кажется, что в этом есть какой-то подвох, реально многие написали в комментариях, чтобы я съел это загадочное рагу. Я доверюсь своим подписчикам, кушаю загадочное рагу. Слабость на 5 секунд. А-а-а, я понял, это всё проделки хейтеров, вы понимаете, это хейтеры меня заставили съесть загадочное рагу, чтобы я стал слабым, и чтобы я не смог противостоять хейтерам. Меня просто так не сломать. Ладно, я понял, слишком много здесь этого бамбука. Ладно, бамбук там в любом случае нужен, потому что им питаются... Ты чё здесь ходишь, Алёша? А, будет мясо. Сейчас не будет мясо, сейчас ты сдохнешь, вот-вот. Насколько я знаю, этим бамбуком как раз-таки питаются панды. Ну, в принципе, это и логично, чем им ещё питаться. Хотя, на самом деле, я вообще хрен знаю, чем панды питаются в реальной жизни. Судя по мульту Кукун-фу панда, панды вообще едят всё подряд. А больше всего они любят пельмени. Слушайте, а у меня же как раз есть пельмени дома. Мне кажется... Я частенько играю в проклятый Майнкрафт за кадром, чтобы подготовиться к серии, чтобы добыть какие-то ресурсы, сходить в шахту и так далее. И ни разу за кадром у меня не начинался дождь в проклятом Майнкрафте. Но почему-то именно тогда, когда я начинаю запись, у меня начинается дождь. Я не знаю, как, чёрт возьми, это работает. Серьёзно. Это реально просто какое-то проклятие. Меня кто-то проклял, и теперь я мучаюсь в этом проклятом Майнкрафте. Честное слово. И самое главное, я даже не знаю, что мне сделать с этим дождём. Единственное, что я могу сделать, это сделать звуки маленько потише, потому что мне этот звук дождя просто раздражает. Походу, у нас есть только единственный вариант. Сидеть и ждать, пока закончится дождь. Потому что под дождём идти искать панд я просто не смогу. Я даже на себя на F5 не могу посмотреть, потому что дождь просто всё перегорождает. У меня, конечно, есть с собой кровать, я, в принципе, могу поспать. Но проблема заключается в том, что если я здесь посплю, то я здесь буду респавниться. Не, дом терять точно нельзя. Буду сидеть и ждать, пока закончится этот странный дождь. Да, неплохо, неплохо я так поспал. Правда, я не в Майнкрафте, а в реальной жизни. Нихрена себе здесь бамбука, вы это видите? Короче, у меня есть к вам предложение. Я думаю, что самым верным решением будет просто забраться как можно выше и потом на наших крылышках самолёта полететь просто как раз-таки в то место, где растёт бамбук. Потому что я читал в Википедии, что именно там спавнится панда. А это значит, что нам нужно именно в вот это вот сигаретное царство. Я видел ваши комментарии, где вы писали, чтобы я сделал фейерверки, чтобы долго летать, но просто сейчас у меня нету необходимых ресурсов и домой я бежать не хочу. Навстречу солнышку и будем искать панд, потому что это наша главная задача сейчас. Мне многие в комментариях писали после предыдущего видео, когда я сказал, что панд приручать нельзя, что панд приручать всё-таки можно, но в Википедии сказано, что их можно просто покормить и они будут к вам дружелюбно относиться, но про приручение там ничего не сказано. Возможно, я просто крибо всё прочитал и на самом деле панд приручить можно, но почему-то я в этом сомневаюсь. Я просто не понимаю, в чём прикол. Эти панды точно должны заспавниться прямо-таки здесь, где-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой... А кто это? О, господи, ну и страшный же ты. Я, конечно, ни разу не видел панд в Майнкрафте, но что-то мне подсказывает, что они должны выглядеть явно не так. Так, ладно, возьмём наши сигаретки, ну что, панда, ты готовы покурить сигаретку? Давай, опа, спина. По-моему, я, конечно, не особо не разбираюсь. Блин, ну реально курить сигарету. Я особо не разбираюсь, конечно, в пандах, но, по-моему, спина у них находится где-то, ну, вот там, вот сзади, а не на животе. А ты тоже хочешь покушать? Кто меня бьёт? Кто меня бьёт? Так, сейчас я что-то вообще ни хрена не понял. Эта панда подошла ко мне и ударила меня. Вы серьёзно? Он... Кто меня бьёт? Я сейчас умру просто-напросто. Ты чё, охренела, панда? Алло. Кушай. Почему она меня бьёт? Это просто мать твою невыносимо. Что? Что это за бред? Почему этот дождь только закончился, и он снова начался? Почему ты меня вообще бьёшь? Почему ты меня бьёшь? Я же, я же тебе вот даю... Почему вы меня бьёте, панды? Вы сумасшедшие! Как офигенно гулять под говняненьким дождиком. Просто шикарно. Вот я иду и просто радуюсь жизни, вы понимаете? Просто прекрасно. Обожаю говняненький дождик. А особенно обожаю, когда я кормлю панду, а она сидит и жрёт свой странный бамбук. Я же тебя приручил. Всё, давай, иди за мной. Ну, давай. Что происходит? Я не понимаю, сколько этих нужно бамбуков дать панде, чтобы она стала моей. Я не понимаю. Стоп, ты всё, ты моя или нет? Я понять не могу. Ты можешь разговаривать, там сказать, там, да, привет, я панда. Сколько я тебе уже бамбука скормил, ты чё, обалдела совсем, тварь? Я тебя сейчас убью, честное слово. Смотрите, и вторая тоже за мной идёт. Смотрите, вторая тоже меня будет бить или чё? Они реально сговорились, это просто жесть какая-то. Панды, вы чё? Э-э-э-э, не убивай. И вторая тоже меня бьёт, просто шикарно. Да идите вы в жопу, я его сейчас убью, твари. Я его сейчас просто возьму и убью, говнюки позорные. Иди, сдохни, вот так вот. Никто меня не любит. Ни проклятый Майнкрафт, ни панды. Коты какие-то ненормальные рыгают на меня. Нужно с этим всем заканчивать. Я не могу больше терпеть. Я устал. Я просто, я устал. Я не могу больше так жить. Прощайте, друзья. Хе-хе-хе, да пошутил. Я просто хотел по-быстренькому домой попасть. Это самый быстрый способ. Здорово, Толик, Бобик, Додик и дебилойдик. Хе-хе-хе. Либо я чего-то не понимаю, либо панды это какая-то бесполезная шняга, которую даже невозможно приручить. Но зато теперь у меня есть много котиков. А ты хочешь кушать? На, кушай, моя сладенькая. Блин, я думал, что я могу их снова размножить, и у меня будет еще один большой котик. Но, видимо, не так все просто, как казалось. Кушай, 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 моя лапочка. Все, больше рыбки нету, извини, сорям. А, нет, еще есть. На, кушай. Ты до сих пор еще не вырос? Ты что, совсем обалдил? Ты куда? Ты тоже наглый, падла. Вот ты вырос, братан, ты вырос. Теперь у меня три здоровых кота. Так, а рыба-то у меня, рыба у меня вся закончилась. У меня только жареный лосось остался. Жареный лосось жрешь? Жрешь жареный лосось? Жрешь? Не жрешь? Господи, как было спокойно, пока здесь никого не было. Вначале бублик, потом вы. Зачем вы вообще не нужны? Ладно. Господи. А вы-то что здесь забыли? За все серии проклятого Майнкрафта я еще ни разу настолько сильно не бомбил. Реально, что сегодня происходит в серии? Вы чего здесь забыли, странствующие торговцы? Я понимаю, вы мне пришли что-то поторговать. Коричневый краситель. Да засуньте вы себе в жопу этот коричневый краситель и больше не приходите ко мне, придурки. Дебилы. Короче, я хочу просто посадить этот бамбук. Все, мне больше ничего не нужно. Я посажу этот сраный бамбук и все. И я, и я, все, я не могу больше это терпеть. Мне, мне, я не могу. Чисто сделаем сигаретную плантацию. Просто шикарно. Эй, 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 пусть он сам растет. Не, не, не надо мне тут этого. Нифига себе, это он так быстро растет? Офигеть. Я только что вернулся из джунглей и я вспомнил, что в джунглях водятся не только панды, а еще там водятся попугаи, которые их тоже можно приручить. Но я забыл это сделать и ушел из джунглей. В общем-то, ребята, ставьте лайк за такую сумасшедшую серию. Напишите мне, пожалуйста, что мне делать с этими пандами и можно ли их на самом деле приручить, потому что я их кормил бамбуком просто хренову тучу времени. Но они почему-то так и не приручились. Поэтому напишите в комментариях, я обязательно все прочитаю, и если все же их можно приручить, я их приручу в следующей серии. А также в следующей серии я все-таки хочу сходить еще раз в джунгли и приручить попугая, потому что этого попугая я смогу носить у себя на плече. Вы представляете? А я их еще ни разу даже в проклятом Майнкрафте не видел. Я даже боюсь представить, как они выглядят в проклятом Майнкрафте. И что я буду носить на плече? Надеюсь, что это не писюн. Господи, только бы не писюн. В общем, подписывайтесь на канал и тыкайте на колокольчики, чтобы не пропустить новую серию, потому что новую серию пропустят только лошары. А знаете почему? Потому что только лошары не ставят колокольчик под моим каналом. Ну а с вами был проклятый Жека в проклятом Майнкрафте. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин